Классик советской сатиры Михаил Михайлович Зощенко. Помните его знаменитый рассказ «Бани»? Как они начинаются? Как рассказ начинается? «Бани у нас тоже ничего, мыться можно, только с номерками беда». Дают два номерка, один за бельё, другой за пальто с шапкой. А куда голому человеку номерки девать? Прямо скажем, некуда. Карманов нету, кругом живот да ноги. Но я вам прочту рассказ Михаила Зощенко, который называется «История болезни». Я не знаю, как вы, но лично я предпочитаю хворать дома. Конечно, слов нет. Может, она в больнице культурнее, светлее, может, там калорийность пищи более предусмотрена. Но дома, как говорится, и солома, и дома. А в больницу я попал с брюшным тифом. И мне попалась какая-то провинциальная больница, где мне не всё понравилось. Ну, представьте, только больного привозят, записывают в книгу. Он на стене читает плакат. Выдача трупов с трёх до четырёх. Я прямо покачнулся, когда прочёл это воззвание. Я сказал мужчине, который меня записывал, что вы такие пошлые надписи вывешиваете. Больным совершенно нет интереса это читать. А фельдшер, или как его там, лекпом, говорит, ну даром, что больной. Еле он на ногах стоит, и чуть ли не пар у него изо рта не идёт от жару, а всё туда же наводит критику. Вот если вы выздоровеете... Что вряд ли. Тогда и критикуйте. А не то мы действительно выпишем вас. С трёх до четырёх, видит обо, что тут написано. Хотелось с ним склеснуться, но поскольку у меня была высокая температура, 38,9, я ему только сказал... Походи, медицинская трубка, ты у меня ответишь за своё нахальство. Ну, тут побежала сестричка, не волнуйтесь, больной, не волнуйтесь, больной, пойдёмте, пойдёмте. На обмывочный пункт. Меня так и передёрнуло. Я говорю, вы лучше бы назвали не обмывочный пункт, а ванна. Это красиво возвышает больного. Я не лошадь, нечего меня обмывать. А сестричка говорит, глядите, больной, наверное, вы не выздоровеете, что во всё нос суёте. Повели меня в ванну, велели мне раздеваться. Стала раздеваться. Смотрю, а в ванной уже торчит чья-то голова. И вроде старуха. И вроде из больных. Я говорю, вы куда меня собаки привели? В дамскую ванну? У вас там уже купается кто-то. Сестричка говорит, не волнуйтесь, больной, не волнуйтесь, больной. Это одна больная старуха купается. У неё высокая температура. Она ни на что не реагирует. Так что раздевайтесь без смущения. Я говорю, да? Угу. Старуха, может, не реагирует. Ну, может, я реагирую. И мне определённо неприятно видеть то, что там у вас плавает ванну. Тут снова прибежал фельдшер. Ну, первый раз вижу такого привередливого больного. То ему не нравится, это нехорошо. Умирающая старуха купается, он претензию выражает. Да у неё, может, больше сорока температур. Она, может, видит-то уже всё, как сквозь сито. И, конечно, говорит. Ваш вид. Не задержит её на этом свете лишних пять минут. Нет, говорит, я люблю, когда к нам больные поступают в бессознательном состоянии. Тогда всё им по нраву, и они не вступают с нами в научные привлекания. Хотела с ним склеснуться, но тут старуха подала голос. Её отвели в палату, а мне на буровили свежей воды. В общем, много ещё натерпелся в этой больнице, но через неделю, как говорится, организм взял своё. Я пошёл на поправку. И теперь хвораю дома. Вот так. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ